Ну, ребята, конечно, всё. Короче, с организацией, вроде, нужно работать, но мы едем домой, к себе, к гостям. Сейчас домой. Можете увидеть. Я не могу вам в том числе снимать, потому что здесь, конечно, присутствует нифига сильно, не мощно. Здесь ставят место с другой. Сейчас сначала едем в току, потому что не ходу, а из этого с кого-то не пишут, сухие, 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 сухие. Или поезды уже опалились. То есть, что в таких мочках, в общем, и делить, что там, дальше. И едем, короче, костяк в доме. Пусть опять не смешиваясь. Подожди, едем. Сейчас на поле мог, чтобы мы хотели подъехать поскольку через один сайт не стоит в току. Для того, чтобы куплен в свои дневники. Т.к. надо звонить с ребенком, если он подключился. Чуть-то тоже подъезжаете, но под этим чуть-то может сейчас не получается. Может быть, если я не учусь. Мы смотрим. Покажем, что я не учусь. Чу-чу-чу-чу. Папа уже комплексный. О-о-о, сейчас сидим дальше. Устан. Да. Знаете, наверное, ребята, что меня пригодило в плане со мной здесь. Я не знаю. Я не знаю. Если вам не будет на него, он поставлен на свой мир, там, что я не знаю. Он поставлен на свечи. Он поставлен на свечи. Чисто по свечам, на свечи. Он просто не заработает с чипсами. Такое, да. Я бы сказала, я бы признавилась. Потому что мне нужно удовлетворение, чтобы у вас будет еще силы взять, чем папа, потому что я специально не думаю, что это будет трасса, в сторону заправок. Но мне нужно опять-таки, повторюсь, мне нужно еще просто так красиво. В общем, это баскорды. Кайтом, я просто так не добавлю. Всё, мы уже в Калуге. Пьём чай. И я хотела изначально пить, но когда я выделала единицу суть по Карске, где есть картошка, где есть овощи, где мясо, я решила взять эти шашлык. Посмотрится. Лёшка себе пиццу взяла в кофе, чуть-чуть пирожное надо, но поверю почему. Потому что у нас 4 часа из трички, а надо до неё, знаете, дожить. Как всегда, я что-то не доела доедает Лёшка, потому что я часто бывает такое, что не доедаю, поэтому... Это шашлык какой? А, по-карски. А ещё Лёшка мне подарил вот такое красивое сердечко. Это пирожка, это, короче, что-то типа мягкого пряника. Вот. Я думаю, что мы с Лёшкой вместе разделим эту трапезу. То есть, ну как бы, не я одна его съем, но вместе. У меня чай. У тебя как кофе называется? Твоя? Три в одном. Три в одном. Ждём электрички. Ждём электрички на скотче. Вот. Я так, я что-то хорошо так наелась этим шашлыком. Я бы так сказала. Единственное, что в любом случае нужно будет, ребята, в КВ-шем докупить воду, потому что у нас её осталось немного, а нам ещё ехать долго. Вот. Ну, только всё. Я люблю зелёный чай, потому что я больше люблю зелёный. Тебе на него смотрят, те знают, что я больше люблю зелёный. Знаете, какой большой чай? Что, кто? Ну, вот снимай меня, когда я буду. Хорошо, не буду. Это страшное зрелище. Очень даже красиво. Мне почему-то даже, ребята, кажется, что когда Лёша ест и жуёт, не становится страшно. Угу. Особенно, когда сон он в бороде. Это точно страшно. Вот. Так что пока отдыхаем. У нас времени до электрички сколько часов? Два, три, четыре, семь. Осталось. И сейчас четырнадцать двадцать шесть. Сколько? Я не смотрю. Я смотрю. Эта печка уже мать с копейками. Угу. Это в плане воды, когда оно закончится. Сейчас нет, когда закончится. Потом посмотрим решение. Пригородный пост. Сообщение. Тёмкино. Калуга-1. Прибытие задерживается. Ориентировочное время прибытия 15 часов. Пятьдесят пять минут. Супавит Калуга. Прибывайте. Восемнадцать минут три. И обратно идёт. Восемнадцать два. Ага. То есть у него. Суды-суды. Знаете, ребят, я только что вообще офигела так, как никогда. Сижу я на своём месте. Значит, Лёшка встал выйти воздухом подышать буквально там на минут пять-семь. Ну, может быть так. Я, значит, выхожу, сижу, Лёшка вышел. И ставлю я на Лёшке на место рюкзак, чтобы никто не, ну, не занял там мне это самое. Ну, только какой-то мужик. Притом поджик. Ну, то есть, притом, ну, не русской, скажем так, внешности. Берёт рюкзак, снимает его, садится, начинает там её в рюкзаке раскладывать, короче, свою шаурму. Я не вякнув, типа, не вякнув не успела. Я ему про шаурму сказала, типа, ну что, типа, это мой рюкзак. Он, типа, просто убрал её, ну, как бы, и всё. Потом, типа, я начинаю просто привставать с места для того, чтобы почесаться, ну, вполне имею права, типа, туда, короче, на это место садится его баба, он её приглашает, типа, не смотря на то, что я не вставала, ну, как бы, я не уходила с места, я просто привстала, чтобы обратно сесть по нему. Я забираю рюкзаки с этой, потому что, ну, как с этой наглости, да, и иду к Лёшке. Искает Лёшка, потому что, ну, как бы, как бы, простите, это нормально, Лёшка? Как вы считаете? Это странно. Ну, как бы, вот. А мне, кстати, с этой наглости. Кстати, да. Ну, пустом, да. Ну, пока что он внутри закрыт. Но там сидит водитель. Не водитель, а машинист. Уважаемые пассажиры. Скорый поезд номер 231. Сообщение. Ейск, Москва. Прибытие задерживается. Ориентировочное время прибытия 15 часов. 50 минут. Скорый поезд номер 231. Сообщение. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. А вот это Калуга-экспресс. Калуга-1-экспресс. Калуга-1-экспресс. А куда, вообще? Да, Москва. Не, ну, это ж просто электричка. Она ж не может до Москвы кататься. Уже Парис-то катается или нет? Парис-то катается и Брянска. Но это Калуга. Калуга-Москва-то тоже есть? Ну да. Вон Калуга-1-Москва. Москва-Калуга. 131. Ага. Ну да, вспомни себе. 16.02 поедет обратно. Сукинча-Главная Калуга, 18.03, как ты и рассказывал. Уважаемые встречающие. Скоростной электропоезд. Сообщение. Москва. Калуга-1. Прибывает на восьмой путь. Платформа номер восемь. Скоростной электропоезд. Сообщение. Москва. Калуга-1. Прибывает на восьмой путь. Платформа номер восемь. Будьте внимательны и оздоровлены. Уважаемые пассажиры. Пригородный поезд. Сообщение. Семкино. Калуга-1. Прибытие задерживается. Ориентировочное время прибытия пятнадцать. Вы знаете, мы, короче, когда собирались, на нас как собирались, так пропихнули все в сумку, и ели ели. Поэтому... Через ногами, как ты, как ты сказал? Ну, короче. Я сказал, что в сумке все запихивалось ногами. Ага. Поэтому сейчас мы занимаемся раскладкой того, что у нас по сумкам более аккуратно. в сумках. Шуба. Просто отделение в сумках притоновано не просто так. Никогда не существует для того, чтобы упорядочить со стихом. Угу. Значит, я против, даже спорить не надо. Поэтому... В отделение для ноутбука и книжек надо засовывать. Угу. 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 Мы просто зашли притерочку за водичкой, и теперь... все раскладываем ее все в обратную. Я взяла вот такую зарядку. Сейчас мы еще зайдем еще задним проводом, потому что мы зарядку заберем. то что яeting наます вот тут работает конечно не очевидно. Все, Montanut чушает. Ну, она не разрушит женщину. Давай я... Сделать? Сделать? Ладно, что мне учить пойдёт. Аккуратно ещё. Сюда не даст. Выпиши. Классное щит. Написано, да? На улице ещё, спасибо большое. Ты что, в сентябре? Да нет, просто нужно. Ох, сейчас завязала. Граждане. Говорю, а-а-а. Говорю, а-а-а. Да, ладно. У меня сейчас заказывает тебя, что я тебя никак не даю. Мы сейчас бесимы, ребят, потому что у меня оторвались. Вам нужно срочно либо лянки, либо ляпков, либо ляпков, либо ляпков. Ну, нашли место, кстати, где зарядки ладят. Сейчас у нас как-то от тебя лежатся. По факту. Фух. Мы сидим, чеболек, мы едим картошку, но вот у нас праздник, а знаете? Тонко-тонко, как раньше была в маке, как раньше было ощущение. Здесь она по вкусу, в принципе, неплохая, если она была не вкуса, да, то есть она достаточно вкусарённая. А вот толщина спустящая, всё-таки, ну, это лично мои вкусы. Кто-то может потолще, кто-то потолще, это уже дело как-то. Вот, мы макаем сырный суп, если и так сырный суп. Мы сцелаем лебра сыра, которое можно макать, как лопиток. У нас здесь довольно большой ветер и шторм. Многие поезда, которые на Москву, очень сильно опаздывают в связи с штормом в Москве. Ну, мы не знаем, священно там. Ну, да, но очень опаздывают поезда. Ну, поезда здесь, как опаздывают уже там на 200 с лишним минут. Угу. И, да, Бог, чтоб наш поезд не опоздал, потому что... Наша электричка, потому что... Это опоздает? Что мы опоздали на электричку, что-то и не читать? Это и на шо, там, что-то, что-то сидеть? Угу. Поэтому мы очень молимся, чтобы наша электричка не опоздала. Угу. 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 Да-посыдка, я согласна. Взwartу, он посыпал. Капец. Угу. Насколько я помню, ты вроде не любишь прессы напряченые? Нет, сейчас не надо махать Да? Чистый бранат Я люблю, когда по остроте Ну, это холодно, чем-то на лето, но прохладно Так, это скорее даже не совсем холодно, а скорее более прохладно, чем Обещают проливные нахлевые Не сегодня Ливневые, точнее А чем проливные нахлевые нахлевые? Чем проливные нахлевые, а сейчас я с ним Знаешь, такой вопрос, что для Яндексовской Алиси В общем, ты знаешь, что ли? Примерно на металл Да Управиться в восемнадцать часов, двадцать минут, шестого пути Вот так, нам вот это не стоит, да? А? Нет Спасибо за внимание Слава Богу Вот мы идем на шестой путь, у нас Олег Петрович посещает за сухие ничейки Вот У нас, видите, холодно, дождик Ну, как холодно, прохладно, я бы так сказала Но Ну, люди в полках Одним и горячие У нас их очень горячие, да? Горячие северные люди А северные, потому что у меня мама прожила сколько на севере, типа И папа тоже прожил на севере Ну, в плане там северных городов Там Якутия, там те края Этот... Куда? Поэтому, в принципе В принципе, вот она Вот он наш поезд Вот он наш реклепорезд И лёгкий поезд Я не охотилась Хи-хи-хи Хи-хи 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 Чё, идёте, да? Ах Подожди, ах А, ничего предлагается дальше? Слушай, давай дальше Остановимся, что Уж не перейдё Ну, в смысле В этот вагон только будет Ну, подожди Ааа Ой Ну, видишь, что мы здесь, то, в принципе, мы просто перейдём в этот вагон, потому что плюс или здесь по ручке Ну, короче, что в этом вагоне туалет есть, и это как бы... Или это как бы... Или это как бы... Нет? А, ну ладно, давай сюда тут... А сколько до этого ехать-то у сухихи? Да, блин, тогда... А как? А как тогда? Ну, если вдруг мы захотим, то мы здесь могли... А, ну да, если что, то ждём... Я сколько езжу в электричках, никогда вам не показывала, что чувствую пора. Туалет в электричках, типа, что-то особое. Это не туалет, а в поездах. Это кустра-то, непонятно что. Ну, здесь есть вода, но тут всё набито. Смотрите, фигнёй. Так, ладость. Всё. Туалет в электричках к конец, ну, это как он смылают. Ааааааааааа! Какой, человек в ней, может, вы где-то? Смотрите, что я держу. Он всё к ним поедет. Что ты делаешь?! Я всё кай... Фигнёй! Всё, всё. Всё, 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 всё. Всё, 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 всё... Смим-визор, всё. Между вагонами лазкаю, а я лазила, а это не кайфоба. Между вагонами, потому что кодекс между вагонами, когда можно шагать. Шагали, если нет, шагать, спешили, если нет. А еще когда время нас очень ты снимаешь, то есть это много. Не помню, когда я лечу. Всегда, когда я лечу, ты не знаешь, что там приходит. Здесь мы делаем за лавой. А я знаю, что это место. Я только не вижу. Света. По-моему, мне нужно ехать на полу или не с ней, чтобы прибыть через 40 минут на полу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, ребят, когда я катаюсь по Брянской области и по Брянской электричками, растет вот такое что-то фиолетовое, при том большими-большими такими полями, но по полям оно растет не так, что сплошное, видите, такими кучками-кучками. Вот. И нам возникает ощущение, что это лаванда, потому что где-то оно темно-синее, где-то оно чисто розово-фиолетовое, но это что-то очень красивое в плане того, что растет. Сейчас, видите, еще кустик. Такой... Периодически полей побольше, периодически поменьше, но как бы сам факт. А вот что это? Да сложно сказать. Очень похоже на лаванду для ликану, но я могу ошибаться. Это нужно просто выйти на какой-то станции и присмотреться вблизи, что это за цветочек. Так как ликану, даже я проезжаю, не угадаю, что, а уж тем более вы, учитывая, как стоит кадр, да? Вряд ли. Так же, как и я. Ай, ой-ой-ой. А чё ты говоришь? Что-то? Я могу сказать одно. У нас до электрички. Несколько минут последних. И наша задача просто добежать. Особенно, когда перескок со станции на станции, с электрички на электричку переход. И мы вышли в ноль... Не, мы вышли в десять минут из электрички, а это отправляется как бы в двадцать пять. И всё. И вот... И вот как бы главное добежать история, потому что если не добежишь и не успеешь, что следующее аж только утро на Брянск, и это фигово. Поэтому... Задача либо добежать, и другой лишь вопрос как. Лёшка там тоже бежит вообще сзади. Ух! Ух! Ну, шо вам сказать? И где он? И где Лёшка? А-а-а! Лёшка, я здесь! Лови меня! Всё! Я сообщила Лёшке, что я здесь, потому что он меня может и потерять. Он когда по мосту вышли, вот на узкие мосты по нему скакала. Он начал оборачиваться и смотреть. А где? А где я? Я ему махнула рукой. Сейчас я тоже ему махаю рукой. А где я? Потому что... Чтобы не потеряться. Вот. Я всё-таки хочу себе трёхосевой ставить. Потому что здесь стабилизация, я по монтажке смотрю чуть лучше. Но... Трёхосевой был бы лучше. Потому что сейчас он камбок стабилизирует. А вниз оно не стабилизирует. Но... Вот, короче, наша электробуска на Брянск. Ну и мы чух-чух. Ах! Я, короче, подожду здесь Лёшку. Ой! Закаты сзади. Красивые. Я, короче, подожду здесь Лёшку. Ну и как бы всё. Если он хочет покурить, пусть пути курит. Потому что реально потом не успеет. Ну и всё. В этом вагоне есть туалет. Поэтому я сам нацеливаюсь на этот вагон. Так как... Так как здесь, похоже, будет проще, веселее и радостнее. В данном случае. Потому что сейчас мы дождёмся и... Будем заходить и ехать. Ой! Всё, мы уже в Брянске. Сейчас будем с Лёшки... Увы, полы взять. Кто? Ну? Ну? Винчи! Винчи! Мы идём к своим родным котам. Боже, ты скучал уже за котами? Твоё, какой. Скучаю по котам. Кто? 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 У нас горят фонари. Тихо-тихо, движемся домой. Тикий паровозик. Идёт из Минска. Знаешь, куда? В Адлик. Ну, В Адлик, или Ванапа, не помню. Или Ванапа, или Адлик. Да, я не помню точно, куда оно. Ну, куда это идёт? Ну, куда это идёт? Ну, куда это идёт?